Друзья, я напоминаю, у нас прямой эфир, вы на канале Алена Самсонова, клинического психолога-блогера, и сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая касается почти каждого второго, и она связана с психосоматикой ЖКТ, и очень часто вы испытываете какие-то симптомы, которые связаны с, например, нехваткой чего-то, либо, наоборот, переизбытком чего-то, и это очень сильно влияет на всю вашу систему. О чем я говорю? Вы обращаетесь к гастроэнтерологам, различным врачам, которые купируют вашу симптоматику, но самая важная вещь в этом – это понятие разобраться до конца, почему с тобой так или иначе происходят те или иные клинические симптомы. Я тебе расскажу базовые вещи, которые действительно помогут тебе раз и навсегда понять, что с тобой, и как ты себе сам можешь научиться постепенно помогать. Во-первых, язвенные колитки, проявление гастритов, проявление запоров, раздраженного кишечника – все это работа вашей психологии. И пока вы это до конца не осознаете, никакие травмы, уравки, врачи не будут до конца закрывать и удовлетворять вашу потребность. Почему я тут с уверенностью говорю? Потому что закрыть себе дырку вы можете, но озолотать ее может только ваша психология. О чем я говорю? Первая вещь – если у тебя в жизни случается история, связанная с непониманием того, как ты можешь справляться с ситуацией, как ты можешь отрабатывать новые механизмы, как ты не понимаешь, как ты реагируешь на стресс, либо понимаешь, что не можешь это оттормозить – это все является триггером. Триггером для твоего дальнейшего развития психосоматического заболевания. Когда ты приходишь в новую жизнь, грубо говоря, новую работу, новые отношения, для тебя это стресс. И если тебе постоянно с детства говорили, что ты слабенький, что у тебя слабый желудок, либо ты проживал это действительно в жизни, у тебя сложилось впечатление о том, что да, это действительно так. Я могу испытывать те или иные симптомы. Но если в твоей памяти этот кадр постепенно становится ненужным, неважным, а как он может стать именно таким, тогда, когда ты его перекроешь новым кадром. И в этой истории ты сам себе главный помощник. Как только ты испытываешь стресс, тревогу, ты включаешь навыки новые стрессоустойчивости, о которых я говорила в своих видео. Далее, почему происходят вот эти истории с поносами, запорами? Потому что вы очень много часто на себя берете, берете какой-то ответственности и напрягаетесь. И эта ответственность создает физическое напряжение в вашем теле, которое переходит в ту или иную историю болезни. Далее, что для тебя еще важно знать? Важно понимать, с кем ты себя идентифицируешь. Во-первых, это человек, который может все, это человек, который ничего не может, это человек, который зависит от мнения другого, это вопросы внутренних утверждений и убеждений. И если они у тебя работают достаточно автоматически, и половина из них включается, например, в негативной эпостаси против тебя в моменты переживания твоих кризисов, то именно это запускает каскадные механизмы в твоем организме, когда ты сжимаешься. Ведь твоя психика и состоит из напряжения и расслабления. И чем больше в ней напряжения, тем сложнее тебе выбраться из этой истории. Далее, что важно знать, если у тебя достаточно долгие проблемы с желудочно-кишечным трактом? Тебе нужно до конца, как бы это банально ни звучало, разотождествиться с людьми, к которым ты привязан. Возможно, это бабушка, возможно, это дедушка, возможно, это мама, возможно, это твой муж, возможно, жена, которым ты испытываешь тягу. И о чем эта тяга? Это тяга о том, что ты не справляешься без них, либо они настолько в твоей жизни запечатлены, что ты очень часто, вспоминая от них, грубо говоря, подергиваешься. И если эти люди в твоей жизни играют доминантные роли, такие роли подавляющих звеньев, то ты действительно можешь ходить под, грубо говоря, дудочку другого человека. Давай я тебе расскажу наглядный пример. Женщина 30 лет, замужем, с детьми, но в ее семье очень много влияла на ее жизнь мать. И как только она переехала, создала свою семью, в ее голове это не изменилось. И когда она разговаривала по телефону с ней, когда она работала с внутренними состояниями со мной, она все равно всплывала мать и сжимался живот. Сжимался живот настолько сильно, что действительно это могло приводить к неким спазмам. Далее, что еще является такими провокаторами твоих переживаний? Это резкие смены в жизни, это твоя неустойчивость, это твое неверие в себя и это провокационные факты. Очень быстрые изменения, под которые ты не успеваешь адаптироваться. Далее, вложенные убеждения. Что такое вложенные убеждения? Это про то, что тебе вложили с самого детства. Ты слабенький, ты ни на что не годишься. Может быть, у тебя уже симпядий во лбу, и у тебя дворец, ты построил, ты бизнесмен. Но вот это вот ты слабенький, оно лежит где-то у тебя ниже к тазу. И когда ты вспоминаешь вот эти вещи, они автоматически бывают где-то в подкорке твоей крутятся, и ты даже не понимаешь, что они есть. Ты действительно ужасаешься. Далее, что еще может играть? Играть может очень сильно твоя особенность психики. Твоя особенность психики такая, как возможность адаптироваться под любые обстоятельства. Если ты тревожник, если ты невротик, если ты психотик, истерик, это, в принципе, сейчас все имеют какие-то особенности. Это не говорит о диагнозах, а говорит о особенности личности. И чем ярче у тебя проявляется твоя доминанта, тем ярче ты будешь испытывать какие-то психосоматические симптомы. И не понимать, почему тебе нужно опять идти к врачу, если ты где-то, грубо говоря, перенервничал, перепсиховал, впал в истерику, либо что-то с тобой случилось в сию секунду. А потом, как вторичный момент запустилась твоя болезненная история, потому что ты был долго на истощении каком-то. Еще когда это возникает? Это возникает в момент, когда ты часто ведешься на собственную симптоматику. Когда ты собственной симптоматикой прикрываешь себя от жизни. Я не знаю, как мне поменять работу, я не знаю, как мне уйти от мужа, я не знаю, как мне правильно разговаривать с ребенком. Ну и поэтому я легче впаду в какую-то болезнь, чем решу свой вопрос тем или иным образом. И это пугает, и это заставляет тебя очень сильно иногда включать свои защитные механизмы. Именно поэтому я очень сильно попрошу тебя разобраться со своими отношениями, с близкими людьми, проработать границы, проработать стрессоустойчивость, пройти внутренние убеждения, вытащить их, проработать. Обычно я это делаю в консультациях, семинарах, в моих видео ты можешь бесплатно посмотреть. Убеждение и, главное, твоя адаптивная реакция на жизненные трудности. Какая она? Тебе нужно узнать ее. Далее тебе нужно отказаться от механизмов, которые приводят тебя к повторным вот этим симптомам. И самое важное, тебе нужно разобраться с межличностными отношениями с другими людьми. Какие они? Как ты реагируешь в контратаке? Ты контролируешь? Ты пытаешься быть звеном главным? Ты пытаешься быть серой мышкой? Ты пытаешься, чтобы тебя никто не видел? Какой ты, друг? Какой ты? Ты знаешь, какой ты? Иногда мы идем по жизни и не понимаем, какая у нас социальная роль и позиция. И чем меньше мы знаем и понимаем себя, тем больше мы имеем психосоматической подоплеки. А я тебе скажу прямо в этом видео, что ты абсолютно здоров. Если ты понимаешь себя, доверяешь миру, идешь своим путем и занимаешься немного своим здоровьем. С тобой была Алена. Пока.